— Наверное, самый важный игрок — это Мигель Дани, капитан команды. Контракт пока не продлен, но по официальной информации. Как вы считаете, нужен ли он «Зениту»? — На сегодняшний момент тяжело представить «Зенит» без «Дани», поэтому этот вопрос даже не обсуждался бы. — Есть объяснение у вас тому, что человек, у него было две довольно-таки страшные травмы. Серьезные травмы. Он сейчас играет, грубо говоря, без контракта. Вот что это? Может быть, ему что-то пообещали уже? — Я не знаю, что мы пообещали ему, но я, честно говоря, не удивлен, потому что я помню с первого же матча, то есть именно «Дани» в чемпионате за «Зенит», с первой же игры, вот все последующие игры, у него может получаться игра, у него может она не получаться, но все, что касаемо самоотдачи, и все, что касаемо до последнего, то есть к нему никогда претензий не было. К любому другому игроку в «Зените» можно было предъявить претензии. В том матче или в другом матче к нему никогда не было. Это склад характера, поэтому ничего удивительного для меня нету, что не имея контракта, он так отдается в каждом матче. Его поменяли даже в игре с «Теликом», он ушел недовольный. Хотел дальше играть. То есть вы считаете все-таки «Дани» нужно оставить? Ну, мне тяжело представить «Зенит» без «Дани». Хорошо. Анатолий Тимощук, Андрей Аршавин тоже заканчиваются контракты. Это не «Дани».